всех приветствую друзья продолжаем разбирать российские компании по производству тюнинга и сегодня у нас на обзоре будет компания rus defense компания rus defense только недавно относительно стала производить свой собственный тюнинг и сегодня мы его разберем значит у меня было установлено рукоять значит переводчик огня потом рис планка для установки прицельных приспособлений далее рукоять и мастерская rus defense покрасила значит мне полностью оружие по покраске я еще обязательно расскажу почему именно вот был выбран такой цвет также мы пройдемся по отдельным элементам касаемо тюнинга расскажу вам свои ощущения касаемо этого вопроса некоторые сейчас могут сказать чё это ебать опять тюнинг нахуй ты чё там типа охуел что ли почему мы снимаем эти видео по тюнингу потому что очень много вопросов постоянно у меня на стриме в телеграме и в ю тубе ваши комментарии вы пишите о том что расскажи про тюнинг такой расскажи про тюнинг такой 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 окей без проблем все расскажем все покажем чем пользуемся покажем все российские компании дальше у нас планируется видео про там компания армакон про зенит мы с ним и будем вам рассказывать и делиться с вами опытом эксплуатации и в принципе рассказывать про тюнинг оружие одно видео у нас по тюнингу уже есть это про сак шоссе сейчас вот тут появится такая эта штучка куда вы можете нажать и посмотреть просак очень тоже интересно видео про шоссе у нас вышло итак давайте рассмотрим его поближе поподробнее что было установлено и как это все сделано начнем значит самого основного это покраска изначально я хотел покрасить просто в песчаный цвет но по итогу с дмитрием которая занимается непосредственно покраска оружие видео уже тоже было на канале про покраску как правильно ее красить как правильно это все делается и выполняется изначально хотел песок потом дмитрий предложил добавить оливу и плюс он еще то есть я об этом не знал еще они специально вот так вот затерли сделали такой аля износ и получилось прям очень красиво мне прям очень нравится как выполнено не очень нравится как и цвет выполнен как и вот это вот искусственное так скажем до затирания такие тоже элементы маскировки добавлены прям очень качественно пользуюсь я уже карабином где-то порядка трех недель он у меня и падал и что только не было нигде не сдирается ничего не отскал не отколупчивается все вообще без проблем за покраску прямо отдельный респект приходим значит непосредственно к тюнингу что было установлено значит сейчас я сниму свои прицельные приспособления чтобы вам получит показать прицел тоже был покрашен то есть это покрашенный прицел магнифер не трогался потому что его когда я отдавал и не было надо было покрасить но я его не привез дебил блядь давайте начнем с самого малого и будем переходить по порядку первое это переводчик огня переводчик огня просто мега имбовый легенький очень классный я до этого времени пользовался обычным штатным переводчиком огня который у меня изначально и шел с такой вот значит планочкой обычный такой гусулей здоровый мне в принципе было нормально и я как бы ну не хотел менять но в итоге мне поставили вот это переводчик огня это просто сказка я теперь жалею то что я раньше не поменял очень отлично значит здесь специально есть поджимной винт который вы откручиваете либо наоборот закручиваете и тем самым значит меняете степень его фиксации то есть здесь у меня стоит прям он очень значит легенько убирается с предохранителя снимается да прям очень легко прям без каких-либо проблем прям вообще отлично если вы его подожмете он будет потуже расслабить и логично еще будет значит легче его снимать убирать и так далее в этом плане прям ну мне лично очень нравится он такой не громоздкий он небольшой аккуратненько значит такая вот бабушечка и также под палец если вы не любите значит указательным пальцем здесь переводить вы можете значит средним пальцем перевести здесь то есть никаких тоже с этим проблем как бы нету все в целом отлично меня он ни разу не было такого чтобы я там что-то пытался его снять и он мне там как-то застопорился как-то затупил подзаржавел ну опять же три недели тюнинга двух принципе я и думаю в последующем такого не буду вообще в принципе плит не знаю люди которые у кого заржавел предохранитель я не знаю что нужно сделать пушку чтобы у него заржавел предохранители он значит не смог его снять но это странно такой рукоять рукоять значит такая прям увеситься большая она не прорезинена она у нас металлическая очень удобно мне прям ее удерживать прям вообще мне лично очень нравится она прям понимаете вот кто пользовался рукоятями fab defense меня сейчас поймут у кого рука ну так скажем стандартного размера она прям идеально было у меня рука все-таки ну такая достаточно большая и прям рукоять фабовская она чуть-чуть не было маловато и чуть-чуть она у меня проскальзывала она была не прорезиненная тоже она мне чуть проскальзывала здесь примуток как взялся раз и все и он прям как в лито сидит очень удобный форм-фактор знать самой рукояти по анатомии до под пальчики под всю вот эту тему здесь везде специально сделаны рифление то есть чтобы он не проскальзывал не соскальзывал также насколько мне известно rus defense скоро хотят сделать и прорезиненную рукоять то есть да из специального там материала потому что мне лично больше нравится прорезиненный но вот эта рука от меня в принципе устраивается как rus defense выпустит прорезиненную я поставлю прорезиненную тоже попробую отзыв вам дам дальше ветер ты пидор блять слышно ветер или нет идем дальше по малому здесь стоять стоит значит тактическая рукоять обратите внимание она уже с завода ну то есть уже продается в таком скошенном виде чтобы при перезарядке не было проблем с утыканием в нее и так далее и тому подобное тоже достаточно удобная удобных от можно как и тут взять но при этом у вас два пальчика будут провисать но при этом удерживать можно я всегда удерживаю пушку вот так то есть у меня прям идеально прям под нее ложится два пальца потом средний палец уже на целью и здесь один еще удержив прям просто идеально ложится без каких-то же либо проблем также и чтобы от себя пушку убрать от себя к себе от себя тоже без проблем достаточно неплохое решение она тоже значит фиксируется на м-лог как и цевьё у меня стоит здесь саговская но фиксации тоже никаких проблем нету дальше поехали основные части и детали как вы обратили внимание значит непосредственно сам кронштейн крепится к трубе приклада сейчас и подальше отодвину чтобы это было вам получше видно вот здесь вот точка фиксации и . фиксации находится где у вас стоит целик целик снимается сюда ставится и здесь крепится чтобы значит снять для обслуживания оружие непосредственно планки здесь у нас есть специальный фиксатор вы его убираете снимается тоже все без проблем значит отогнули его вот в такое вот положение чуть-чуть подогнули на себя и все и вы ее поднимаете и без проблем уже можете обслуживать оружие вообще то есть очень сделано в принципе удобно и при этом она сидит как влетает то есть 0 она держит я сначала особо не верил потому что я первый раз увидел именно такую систему фиксации то есть к трубе приклада и сюда то есть у нее две точки жесткости поэтому ноль она держит то есть она прямо такая на прям жесткая на не влево не вправо вообще никуда не ходит то есть ее сдвинуть очень сложно здесь у нас если вдруг у вас прицельные приспособления выходят из строя у вас здесь есть значит специальная прорезь для того чтобы можно было работать с механикой целик находится в положении 3 понятно да то есть не в п как например у крышки легальный арсенал пилигрим у него в п насколько я помню а здесь именно в троечке так дальше труба приклада сама имеет у нас фиксацию антабки влево вправо как тут вообще удобней сама труба приклада очень легенькая тоже как бы никакого дискомфорта она у меня не вызывает здесь кто-то может сказать то что вот типа рука может значит биться об антабку либо вот этот вот выступ нет такой проблемы нет значит он висит на ремне непосредственно оружие то есть никаких проблем с этим нету то есть все нормально ходит все нормально проходит дискомфорта значит не вызывает резюмируем мне лично тюнинг нравится особенно решение вот с этой планкой мост то что она фиксируется в двух точках она прям такая крепкая и 0 держит без проблем вот это очень было интересно как ну по крайней мере для меня решение но при этом то есть как бы есть тоже один нюанс то есть для того чтобы установить эту планку вам нужно будет покупать тоже фирменную трубу от rus defense но в принципе при перерасчете если вы понимаете о чем речь когда чаще всего так по крайней мере происходит когда тюнингуется оружие сразу же покупается и труба приклада и какие-то планки и в принципе в целом труба приклада и планка выйдет вам в такую же стоимость как и как и в принципе и везде в целом ссылки на данный тюнинг оставлю все в описании сами посмотрите изучите буду ждать отзывов от вас если кто-то еще пользовался уже непосредственно тюнинга напишите в комментариях мне лично очень нравится рекомендовать в целом в принципе все могу ну по крайней мере чем я пользуюсь опять же я пользовался вот планка мост труба значит рукоять и тактическая рука и также у меня есть также от rus defense планка под сброс магазина под пальчик но как бы это уже на любителя то есть это каждый уже выбирается как-то так друзья надеюсь это видео был для вас полезным познавательным подписывайтесь на канал подписывайтесь на telegram все ссылки опять же будут в описании и до новых встреч подписывайтесь на канал